Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны На самом деле Это наш цивилизационный враг Противостояние наше Вечно Оно никогда не завершится Слишком уж мы разные 77 лет мы жили Без большой войны И вот эти так называемые партнеры Не выдержали И сбросили маски со своих Хищных и алчных лиц И России Русским людям Опять пришлось браться за оружие В середине 19 века Когда Запад в очередной раз Решил поживиться нашими территориями И природными богатствами Император Николай I Обратился к народу С манифестом Россия вызвана на брань Ей остается Возложив упование на Бога Прибегнуть к силе оружия На тебя, Господи, бываем Да не постыдимся вовеки В 2022 году Произошло то же самое Просто на Западе Нашли исполнителей Своих кровожадных замыслов Чтобы самим не воевать И России пришлось действовать По принципу Если драка неизбежна Бей первым И оказалось, что мы все те же русские Как в 1812 Как в 1854 Как в 1941 году Снова настало время героев 30 лет мы боялись Что время героев в России Безвозвратно ушло Но нет, не ушло И не уйдет никогда Наши мальчики там На охваченной нацистским психозом Украине Показывают просто чудеса отваги и мужества Эти мальчишки Эти мужчины Не просто чьи-то сыновья Это сыновья России Старшему лейтенанту-танкисту Дамиру Шаймарданову Было всего-то 23 года Ему так и осталось 23 Когда он стал героем России Это было в начале апреля Наши танки шли в составе батальонно-тактической группы Задача у них была взять населенный пункт Камышеваху И идти дальше на юг О том, что произошло по пути Рассказывает командир танковой роты Дамир Шаймарданов Когда наступали на населенный пункт Камышеваху Шли в составе БТГР На своих танках заходили вперед И просто увидели танки противника При нашем виде просто танки подняли пушки вверх И стрельбы никакой не было После этого мы решили захватить их Не вести огонь по ним, а просто забрать себе Как трофеи и использовать их Тогда наши танкисты убедили их весомым аргументом Экипаж сначала хотел выйти Запрыгнул обратно Сказали, если не выйдете, то просто гранату внутрь закинем И все, и останетесь там навсегда И все Подняли руки, вышли и все, сдались нам Новенькие украинские танки С минимальным пробегом С полными экипажами и боекомплектами Сдались без боя Кто знает, почему они так сделали Может, эти танкисты Вовсе не были мотивированными Упоротыми нацистами Просто так их жизнь сложилась Что они служили украинской армии Дамир честно признался Что все наши танкисты были рады Что не пришлось вести огонь Нет радости в том, чтобы видеть трупы врагов Куда дороже победа без лишнего кровопролития Все рады были, что не пришлось вести огонь Просто люди сдаются, потому что видят нас Видят наши танки Видят нашу технику Один трофейный танк достался Дамиру На его борта краской нанесли наш тактический знак «Зет» И на нем старший лейтенант Шаймарданов С товарищами освобождал Донбасс Его фамилия в переводе с тюркского Означает «повелитель героев» Это одна из древнейших фамилий В родне Дамира много корней И татарские, и марийские, и русские Он родился летом 1998 года в Яшкар-Але Рос как типичный парень В десятках городов в Средней Волге Отчаянный, немного шебутной Готовый ввязаться в драку за друзей В 2014-м, когда Крым вернулся в Россию И когда на Донбассе началась русская весна Дамиру было 16 лет Он рассказал, что ему тогда стало понятно Что России будут нужны воины После окончания школы Парень переехал из родной Шкар-Алы в Казань Поступать в танковое училище Одно из старейших в стране Закончил он его в числе лучших Не случайно в январе 2022 года Накануне начала специальной военной операции По освобождению Донбасса Молодой старший лейтенант Шаймарданов Был назначен командиром танковой роты Мотострелкового полка Полк Дамира оказался на самом горячем Участке боев за Донбасс С первых дней спецоперации стало понятно Что враг хорошо вооружен Предельно мотивирован и обучен Никто не мог ожидать, что украинские танкисты Могут поднять стволы своих танков вверх И сдаться в плен Группировка украинской армии на Донбассе С 2014 года постоянно наращивалась 15 тысяч, 40 тысяч В начале февраля тут было уже более 100 тысяч бойцов Сотни единиц бронетехники и артиллерии Бетонные капониры Долговременные огневые точки Украина готовилась к захвату Донбасса И тут была сосредоточена основная боевая мощь И силы регулярной армии А также иностранных наемников и нацбатальонов В феврале после признания независимости Луганской и Донецкой республик И начала спецоперации Эту огромную глыбу из железа и бетона Пришлось начать перемалывать Методично, но неотвратимо Солдаты называют войну своей работой Это в кино танки идут в наступление лавиной По огромному полю Современные танковые бои в условиях сильной обороны Чаще похожи на поединки фехтовальщиков Выкатился из укрытия Ударил, закатился назад И так день за днем 30 апреля уже шли бои в Рубежном И в окрестностях Северодонецка Под Авдеевкой и Углидаром Рота Дамира Шаймарданова В эти дни была переброшена на север Под Изюм Вокруг села Долгенькое В течение двух недель войска 20-й армии Вели тяжелые бои Наши подразделения давили на противника В направлении Славянск Этот город в какой-то мере знаковый Ведь тут начиналась донбасская русская весна И сюда украинская армия Подтянула все резервы Чтобы остановить прорыв наших войск Известно, что танк Дамира По сложившейся традиции Шел спереди колонны Вероятнее всего Колонна попала в засаду Как правило Передний танк принимает на себя Первые удары От замаскированных расчетов Гранатометчиков Или бронетехники Бронетехники противника Можно только представить себе Бешенство украинских боевиков Ведь первым в русской колонне Шел бывший украинский танк С украинской пиксельной раскраской Но буквой Z на борту Дамир и его экипаж Погибая, сделали все Чтобы спасти товарищей За это боец из Яшкар-Алы И был представлен к высшей награде Званию Героя России Старший лейтенант Дамир Шеймарданов Стал пятым по счету Выпускником Казанского танкового училища Кому в ходе военной спецоперации На Украине Присвоили это звание Именем Дамира назвали школу номер 29 Яшкар-Але, где он учился В этой школе сегодня учится Младший братишка Героя Старший лейтенант Дамир Шеймарданов На самом деле не ушел Такие люди просто не могут уйти 23-летний российский герой Теперь боец бессмертного полка Полка ангелов-хранителей России Тебе дадут посмертно орден Господь решит, что ты пригоден Для освящения даров Ты станешь молод и здоров Получишь новую работу Получишь ангелов до взвода В буквальном смысле небожитель Ты вспомнишь каждого из них И вы над степью полетите Прикрыть оставшихся в живых Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова